Для всех, кто пришел или будет смотреть записи, мы начинаем такую программу цифровой ликнеп. Будем говорить сегодня про управление удаленной командой с Катей Овсиенко. Привет! Вот. Ну, Катя, представься, расскажи, как давно ты работаешь в этой сфере и где? Окей, меня зовут Катя, как бы это внезапно не звучало. Я работаю в Skyeng уже три года. Собственно, Skyeng — это такая организация, которая абсолютно... Ну, типа 90% сотрудников работает удаленно. Собственно, кажется, карантин просто всех вовлек в эту незамысловатую деятельность. До этого я работала несколько лет проектом другой организации. Но там была оффлайн, то есть я работала в офисе. И поэтому кажется, что мне подошла работа удаленная сильно лучше, чем работа в офисе. Вот. Ну, раньше мы видим, была ситуация такая, что можно было обсуждать плюсы и минусы оффлайн и онлайн. А сейчас мы можем обсуждать только онлайн. И, по сути, мы можем уже обсуждать плюсы и минусы только онлайн. Грубо говоря, уже не сравнивая его никак с оффлайн, потому что нет смысла на данный момент. И, ну, в целом, как ты видишь, вот, с последними событиями, был ли какой-то всплеск, интерес, там, все массово начали учиться онлайн-инструментом, там, или тебя начали спрашивать, или как-то поменялась именно твоя онлайн-работа, там больше людей добавилось, я не знаю. Ой, тут очень широкий вопрос. Прежде всего, у меня не появилось больше людей, потому что в связи с кризисом эти компании сейчас переживают такие очень тяжелые времена, если это не какое-то онлайн-образование, как в Skyeng. Но никто не знает, куда это приведет и как скоро весь мир выберется, и поэтому в некоторых организациях, не везде, но много где, я знаю, что найм чуть-чуть приостановлен, то есть до того, как вообще будет все понятно. Поэтому людей точно больше не появилось, наоборот, появился больше рынок спрос, ну, рынок кадров, если раньше HR-ы боролись за, типа, senior deva какого-то, то сейчас не всегда и не везде, но уже senior deva появляются на рынке, и они ищут себе место работы, и HR-ы уже думают, типа, а брать ли мне или не брать. Насчет того, что удаленки больше стало, да, ее стало больше, я, ну, вот, наверное, в первую неделю, в первые две недели очень много всяких подкастов появилось о том, что какие инструменты выбрать, чего, ну, что лучше использовать, какие плюсы и минусы. Кажется, сейчас весь наплыв спал, потому что каждый уже выбрал для себя тот или иной инструмент. Конечно, многие платформы, многие ресурсы предлагают какие-то лучшие решения для бизнеса, например, там, Zoom, я знаю, в Китае, когда был всплеск коронавируса, он сделал бесплатный, ну, у Zoom есть тарификация 40 минут, а вот в Китае это был онлайн. Просто потому, чтобы команды оставались дома и не уходили никуда. Вот. Ну, и так много где сделано было, но сейчас, вот, сейчас уже нет, сейчас уже все выбрали то, с чем им комфортно работать, написали все гайды по тому, как работать, с какого времени, в пижамах, типа, на Zoom, он и не выходил, ну, и всякое такое. Ну, ну, сейчас уже нет, сейчас все подуспокоились, и все-таки я очень надеюсь, что те команды, которые привыкли, к которым комфортнее работать оффлайн, они выйдут в оффлайн, и те, кто нашел себе, типа, приколы работать онлайн, и для них комфортнее больше, останутся в онлайне. Всем, кто присоединился, я хочу сказать, что задавайте вопросы в чате, я буду их передавать Кате. Вот. Тогда остановимся вот на первом вопросе. К примеру, вот такая ситуация. Человек работает оффлайн, с командой, и резко он переходит в онлайн. Ну, как ему в данном случае, в первую очередь, психологически себя настроить, что дома тоже работа, и работать нужно, и, ну, как вот перестроить, в первую очередь, даже не инструментарно, а психологию, голову? Тут, наверное, тогда нужно начать с самого начала, типа, работа — это не процесс, это результат. То есть, типа, в офис, чаще всего мы в офис как ходим, типа, с восьми до пяти, и все ок, и все найс. Но, и не всегда, но часто мы такие, ну, отбыли до пяти, все, закрыли компьютер, пошли погуляли. А дома — это о том, что ты можешь поработать четыре часа, например. Ну, вряд ли, если ты ПМ, но в целом, да. И ты достигнешь того результата, которого ты хотел, ну, или от тебя хотел твой руководитель. И такой, типа, ну, все. Это не всегда с восьми до пяти, и чаще всего не с восьми до пяти, и не с девяти до шести, а, типа, от завтрака и до результата. Поэтому точно нужно ставить какие-то очень локальные фокусы на день. Типа, за сегодня я должен. И прям чек-листом, какими-то там пунктиками писать, что ты должен. Точно нужно завтракать, и желательно завтракать без работы. Вот, потому что если совместить, то ты плохо позавтракаешь, тебе будет невкусно поэтому. Иногда есть практика добавления в календари обеда, прям вот, добавить обед, чтобы было время пообедать. И это было, как бы, в рабочее время, которое ты, как бы, не должен работать, а должен отдыхать. Вот, но тут нужно прежде всего садаптироваться. Иногда вспоминать, что нужно прогуляться там на улицу, вот, придумать себе, типа, в шесть я закрываю компьютер, и что я делаю? Типа, иду на улицу, иду еще куда-то. Потому что удаленчики очень часто, те, которые все-таки влились, они овертаймят, притом овертаймят много, потому что, ну... То есть это такая профдеформация, что тебе уже нужно... Раньше ты так интуитивно день распределял, а теперь ты должен его весь распланировать. И свой вечер, и утро, и день, чтобы и не переработать, и не доработать. И чаще всего неделю, например, у нас девочка, ну вот, у нас очень пошел большой всплеск, для того, чтобы она... Ну, залы закрылись, спортзалы, то есть удаленщики часто ходят в спортзалы, потому что там, типа, это вынужденное выпинивание себя из дому, и противодействие того, что ты наешь лишних 10 килограмм. Знаете, как у Гугла? У Гугла бывает, типа, плюс 8 килограмм, или там, да, вот, что-то такое. Вот те, кто начинает работать в Гугле, они сразу набирают плюс 8, потому что там еда рядом, все рядом, никуда ходить не нужно, так и дома. Когда ты начинаешь работать дома, холодильник рядом, пижама на тебе, внешний вид такой, типа, а еще сделал зум-масочки, в общем, все прекрасно. Но выпинивать себя из дома точно нужно, и вот у меня одна знакомая, она, ну, залы не работает, выпинивать себя некуда, работать не хочется по 80 часов. Ну, в смысле, а делаешь что? Она начала учить японский. Вот она сказала, и вместо того, чтобы работать, я буду учить японский, учить японский. Я тоже начал учить японский. Это задача намного-много лет вперед. Вот, кстати, спрашиваю в чате, кто такие HR-ы? Не все знают терминологию. Сори, у меня проскакивает достаточно часто. HR-ы это кадровики, те, которые нанимают людей. Ну, в том числе, нанимают людей, адаптируют людей на местах, ну, и прочее. Ну, вот психологически человек настроился работать. А чем отличается, допустим, психология? Ты индивидуально работаешь, выполняешь заказ? Это еще одна задача. Или ты работаешь в команде, или ты еще и управляешь командой? Тут же нужно... Какие вообще нужны скиллы в себе вырабатывать, чтобы эффективно работать в команде онлайн и управлять ею? Это хороший вопрос. Прежде всего, хочется узнать, что такое эффективно. Эффективно это как? Ну, так, чтобы деньги платили, чтобы не вольят. Да, если мы говорим там об управлении командой и сдаче продуктов в срок, да, вот. Ну, да, то есть там же директор еще замеряет эффективность. То есть, скорее, это его уже функция. Ну, в общем, наверное, тут... Ну, когда ты работаешь сам с собой, и тебя вынужденно отправили на удаленку, это хорошо. Потому что, ну, чаще всего люди, которые работают сами, они интроверты. Им очень комфортно в самой такой оболочке сидеть там. И тебя никто не трогает, к тебе не приходит назойливый руководитель и такой, ну, что, когда будет, когда будет, когда будет. А дома есть возможность свернуть все приложеньки и сказать, все, сейчас я работаю и никого не трогаю. И меня никто не может достать, потому что я все свернул, везде звук отключил, и все, у меня. Я как бы есть, но меня как бы нет. Если ты руководитель, или ты работал сперва в оффлайне, а потом перешел в онлайн, точно нужно подумать, как поддерживать коммуникацию, грамотную коммуникацию с твоей командой, как оставить команде возможность психологической разгрузки, как правильно сделать так, чтобы они приходили к тебе и не оставляли свои боли внутри, а как бы, типа, куда-то что-то написали, с кем-то пообщались. Вот как мы с тобой сейчас, one to one, да? Да, что там, когда человек уходит не по своему желанию в онлайн, то у него сильный эмоциональный стресс, и тут обязанность руководителя, в том числе, помочь человеку выбраться из этого, чтобы ему было хорошо работать. Потому что я свято верю, что только те люди, которым хорошо, которые эмоционально спокойны, они работают и перформят сильно лучше, чем люди, которые, типа, «А мне уволят сейчас? А что будет завтра? А когда? А точно выплатят зарплату?» И такие вот всякие мысли, они тревожат душу и нехорошо. Получается, что нет, когда ты офлайн, но ты еще можешь наблюдать человека, какие-то невербальные считывать моменты, а так ты получаешь очень мало информации, и нужно заботиться о том, чтобы человек получил вот этот необходимый объем информации, грубо говоря, который он получал офлайн, чтобы не переживал. Да, это хорошая фраза. Заботиться о людях, вот, как и о доступе к информации, так и в целом о людях заботиться в онлайне надо сильно больше, чем в офлайне. И какие инструменты заботы, грубо говоря, какие ты в себе выработала скиллы, как заботиться вместе сразу обо всех, чтобы они группой состоялись, как в отдельности о каждом подумать, и это нужно какие-то митинги отдельно с каждым, отдельно с общей группой, там, по два, по три, то есть, вот, как настраивать человека на работу? Ну, ты понял, короче. Это сложно. Ну, в общем, прежде всего, прежде, мы сделали ретро, и ретро именно о процессах. Ретро – это ретроспектива, то есть, когда команда собирается целиком, и они, ну, и команда говорит честно, отвечает на три вопроса, и именно не о продукте, а о том, как им взаимодействовать друг с другом. Первый вопрос – что мы делали, что нужно перестать делать, что нужно продолжить делать, и что нужно начать делать. И вот эти вопросы, они отвечают, типа, где болит у команды, то есть, что нужно перестать делать. Наверное, если они хотят, чтобы мы перестали это делать, то им нехорошо с этим. Что нужно продолжить делать – это то, что мы делали хорошо, им, в принципе, ок с этим, и они бы не против это продолжать. Например, на первой ретроспективе я всегда спрашиваю, нам нужно в конце ретроспективы, нам нужно продолжать ретроспективы делать. Они такие, да, нужно, потому что мы достаем глубинные проблемы, которые есть, и команда понимает целиком, что это не только у меня такая трабла, а и у Вани Ивановых тоже вот, ну, именно такая же проблема есть. Ну, например, у нас была проблема с мискоммуникацией, когда одно сообщение понималось всеми участниками процесса по-разному. Поэтому мы решили, что, чтобы этого не было, мы делаем там, ну, всякие такие приспособок. Это вот то, что сработало. То, что сработает еще, если есть какое-то доверие в команде, это черный ящик. Это в Google форме мы создаем простой опрос и говорим, что болит. Анонимный. Да, абсолютно анонимный. Доступ к ответам есть, он может быть у руководителя, либо у руководителя еще кого-то, ну, кому доверяет вся команда. И раз там в месяц, раз в когда-нибудь мы зачитываем, или руководитель самостоятельно смотрит на это все, категоризирует эти проблемы и выкладывает там решения, или там на основе ваших ответов в черный ящик мы решили, что. Вот. И точно нужно быть сильно прозрачнее и честнее с командой, чем в оффлайне. То есть, когда ты нафокапил, нельзя такой, типа, да нет, это Вася Иванов, приди и скажи, я нафокапил, потому что цена, ну, команда поймет, что безопасно ошибаться, и они будут приходить с проблемами к тебе, как к руководителю сразу, потому что они понимают, что, ну, типа, цена ошибки, она со временем растет, а решение можно найти быстрее вместе с руководителем, потому что у него есть больше рычагов, и кажется, что так будет комфортнее для всех. А как часто случается, скажем, ну, какая специфика разруливания конфликтов онлайн среди команды? Когда ты кто-то с кем-то поссорился, или ты должен выявить... Очень много, очень много разных конфликтов, точно так же, как в оффлайне, условно, там, ты со мной не поздоровался, у нас там, ты не так написал ответ в чате, в чем проблема, где я ошибся. А из-за того, что, ну, как ты правильно сказала, отсутствует вербалистика, когда люди не видят друг друга, они не считывают, они не понимают. То есть сообщение, если кто-то читал Макса Ильяхова, то там он пишет, то он там пишет прям... Я сейчас задумалась, он Макс Ильяхов. Ильяхов. Точно Ильяхов, я не помню точное имя, если помните, там, напишите куда-то. Вот, он пишет про эмоции, что в сообщениях нужно считывать эмоции. Мы ставим смайлики, потому что мы не хотим ставить знак восклицания, это типа я кричу. А у меня есть сотрудница, она ставит много знаков восклицания, она просто эмоциональная, ну, вот она такая и есть. Когда она написала суперинтровертированному человеку знаки восклицания, он пришел ко мне и говорит, Кать, я в чем-то перед ней виноват, что произошло, почему она на меня кричит? Я такая, нет, все хорошо, просто она ставит знаки восклицания. И нужно, ну, иногда договариваться на берегу, как вы общаетесь, а конфликты бывают от знака восклицания заканчивая тем, что, не знаю, назвали проект неправильным в джире. А какие вот черты характера, скажем так, несут в себе наибольшую опасность для работы в онлайне, от которых стоит избавиться сразу там или обратить на них внимание? Давай не избавиться, а вот правильно сказать, какие нужно улучшить. Вот это тот момент, когда мы пытаемся не плохие слова использовать, а удобрять их. Вот, точно нужно прокачать эмпатию. Ну, если у вас есть свои команды, я могу сейчас говорить только, но с позиции того, что у меня там своя команда. Эмпатия — это обо всём. Это о том, как вы ставите задачи, это о том, как вы общаетесь с человеком, это о том, как вы подаёте свою обратную связь человеку, это о том, как вы реагируете на то, что… Ну, согласитесь, да, каждый… Ну, к вам придёт сотрудник, и один скажет, я так не могу, я эту задачу не сделаю, и одного вы начнёте дожимать, и он скажет, да, блин, там было вообще изи. А второй, если придёт, и он скажет, я эту задачу не сделаю, то вы скажете, окей, окей, давай мы там, ну, что-то сократим, где-то, ну, где-то время, чуть-чуть легче, потому что кто-то себя не жалеет абсолютно, и он выкладывается, и вы видите это, ну, как руководитель. А кто-то, наоборот, такой, да чё там, удалёнка, сейчас пойду посплю, вот. И, ну, и по-разному. Ну, то есть эмпатия в первую очередь, в вторую очередь. Наверное, здоровый пофигизм. Ну, то есть, типа, проблемы случаются, да. На любую проблему можно найти отцать вариантов решений. Но почему мы их не ищем? Потому что некоторые решения нас не устраивают, и мы такие, типа, нет, это не решение. На самом деле это решение, которое нас не устраивает. Точное чувство юмора, потому что сейчас кризис не только у вас, но и у всех, и у ваших коллег, и у ваших собратьев, там, соседей. Вот у меня соседи, они сперва одни, потом вторые, а потом третьи начали делать ремонт. И они почему-то всё время, у них любимое занятие — сверлить. Вот, прям. Ну, это да. Я не люблю тебя. Вот. Поэтому какая-то такая здоровая атмосфера и вера в то, что через какое-то время мы все вернёмся в наш комфортный режим и будем взаимодействовать так, как мы привыкли, как нам хорошо. Какие есть вот опасности, на которые следовало бы обратить внимание и которые можно избежать при работе онлайн? Ну, допустим, человек начинает работать, он просто... Ямы, в которые он, скорее всего, стопуду вступит и сломает себе ноги. Вот. А ты уже о них знаешь. Овертаймы. Ну, прям. Неумение отдыхать, потому что, когда человек работает в офисе, а потом приходит домой, он дома отдыхает. А здесь дома это становится, ну, формально, офисом таким. То есть там много есть вариантов решения, вплоть до разделения зон в комнате, да, вот это моя рабочая зона, от разделения компьютера, это мой рабочий компьютер, это не рабочий, от разделения времени. То есть сейчас у меня рабочее время я работаю, потом у меня нерабочее время я не работаю. Разделение блокнотов, если вы почему-то пишете, ну, какие-то свои важные дела. Овертаймы, я говорила, то есть можно ставить прям будильником, что сейчас я не работаю, сейчас я выхожу. Точно про выход на улицу. Как бы нам очень комфортно, согласитесь, оставаться в пижаме целый день, и так вот ты типа поел, поработал, поел, поработал, там что-то в ютубчике посмотрел, пошел спать. Но нет, на улицу выходить хорошая тема, я рекомендую. Точно, вот точно, это овермного каких-то паролей, логинов, еще чего-то, которые просто копятся, меняются. я сделала Google Doc, такую прям табличку, где написано ресурс, логин, пароль, все. Если мне что-то надо, я иду туда, забираю. будет проблема, которую никто не знает, как решить, это проблема с интернетом, и со светом, ну, она есть, ее нет. Вот. Когда его нет, или света, или интернет, у вас нет работы, и это не хорошо, не плохо, это факт. Не знаю, наверное, из базового все, ну, вот, из такого большого. А мелкие проблемы, каждый во что вступит. А вот момент, скажем так, слаженность, сплочение команды. Одно дело оффлайн, люди друг друга видят, легче как-то привыкают, взаимодействуют, и легче осознают вот это мы, что мы команда. То вот как онлайн, какие мероприятия онлайн, не знаю, проводите там, что это, онлайн-пьянки. О! Как сработать, вот, команду вместе? Смотри, тут есть два пути. Первый, это осознанно, ну, когда команда пришла, вот, ну, у меня вся команда осознанно пришла в онлайн. То есть у меня нет людей, которые, типа, были в оффлайне, а потом почему-то, ну, есть, но их очень мало, ну, то есть, и они смирились с этим. А есть команды, которые полностью перешли в онлайн и не очень понимают, что делать. Это два разных подхода и две разных атмосферы. Первое, когда вы в онлайне, то очень многое решает встречи один на один, когда, ну, есть очень прописанная план встречи. Когда вы, ну, там, до встречи договариваете, что первое, там, мы проговорим вот это, второе проговорим вот это, третье проговорим вот это. И как всегда в правилах вот и у нас в оффлайне и в онлайне есть такой small talk, когда вы такие приходите и говорите ни о чём. Вот первые, там, пять фраз, как дела, нормально, что там, починил зум, я не знаю. Потом четыре фразы закончились снова, как дела, пятая. Да, и вот эти три фразы хорошо бы начинать с тех фраз, которые болят человеку, если вы руководитель. То есть, ну, вы должны помнить, что там у Васи Иванова поломалась мышка или кошка родила. Ты, Вася, как мышка? Не напоминай, так болит. Не сыпь. Ну, да. Может быть, ему стоит выслать новую. Как бы, компании это стоят копейки, а у Васи Иванова очень приятно. Вот. Такие встречи, они очень помогают. Пьянки нет у нас, ну, правда, нет такого, может, в каких-то отдельных командах есть, но мы столько времени проводим на встречах общих, каких-то встречах, типа, демонстрации продукта друг к другу, синхронизации планов, еще чего-то. То есть, ну, нам хватает друг друга с головой и хочется обычной жизни. поэтому, может быть, помогут утренние, типа, стендапы, когда Вы встречаетесь с командой, если у Вас команда не очень дорогая, ой, не очень большая, но это может быть очень дорого, потому что, например, у Вас есть 10 руководителей, которые стоят по, там, тысяче баксов в час. Вот посчитайте, у Вас одна такая встреча будет стоить 10 тысяч баксов. Правда ли она так стоит или нет? Ну, такое, может быть, сократить до получаса, а не на час, уже приятней. Вот, но синхронизация полезная штука, потому что одна из больших проблем у компаний, которые большие, которые уж, ну, в онлайне, они делают некоторые продукты параллельно, ну, некоторые процессы, ну, что угодно. Одна команда делает, другая команда делает, они делают в параллель, компания тратит два раза больше денег, а просто проблема синхронизации на, ну, типа, я делаю А, ты делай Б. Вот. Какие вообще, может, были факапы и такие смешные случаи по ходу работы? Знаешь, там, все сидят в пиджаках и в трусах, надо выйти, и случаются конфузы. Я не помню, я помню очень часто, что к нам, ну, типа, пишут, у нас есть общалка, слаг называется, думаю, многие в нем сидят, это как скайп, только, только чуть, чуть новее, чуть-чуть, вот, и там пишется, кто ты, имя, фамилия, и вот много и часто пишут на другое имя друг другу, типа, я бывала Маши, Настей, в Вале, и почему, вот Вале, я вообще не поняла, почему, как я связана с Валей, и ты такой подправляешь, но кажется, такое тоже может случиться и в оффлайне, из факапов, из факапов, например, когда ты забываешь, там, ну, вот, 100 тысяч, как, как ты, как бы ты написал? 100 тысяч? Ну, можно написать 100 тысяч, 100, и потом тысяч, или, или просто цифрой? Или просто цифрой? Как? 100к, ну, 100 и к, и там даже, типа, приставы, и когда-то кто-то забыл написать вот эту благополучную каю, и зарплата пришла вместо 100 тысяч и 100. А потом у нас очень добрестно, я, прям, я очень радую, что у нас офигенские финансы, они такие, типа, видят разницу, ну, они прям отслеживают, сколько человека заплатили, сколько будут им платить, и он приходит и говорит, Кать, ну, не к Кать, не ко мне, ну, не важно, там, к человеку пришло, говорит, ты, все хорошо, там, правда, 100 рублей нужно заплатить? Он такой, нет, он такой, ну, поправь, пожалуйста, так бы пришло чуваку, он такой, рассчитывает тебе джип купить, а ему не хватит на чупа-чупс. Что еще есть? Вот, у меня был факап, но это не факап был, это житейская ситуация, поэтому, в общем, я очень люблю кофе, наверное, как многие айтишники, и его пью просто бездонными литрами, кажется, и у меня был созвон, и я поставила вот здесь чашку, прям, перед, ну, перед ноутбуком, я встаю и вот так поднимаю руку, и большая моя чашка летит кофе в клавиатуру, во все, в общем, ну, в общем, отвожу я этот компьютер, беднягу, в сервис, мне говорят, ну, типа, все неплохо, не успела все затечь, я пью не сладкий кофе, поэтому компьютеру повезло еще больше, ну, не засахариться, не превратиться в кисель, говорит, ладно, клави капец, но мы можем тебе отдать сейчас его, ну, они там что-то починили в течение дня, и клаву мы закажем, и потом приедешь доставим, и что вы думаете? Меня жизнь не учит, я пью кофе на следующий день, ставлю воду, чашку, и опять разливаю, но теперь уже на компе с клавой, после этого я... Клава выжила, да? А комп нет? Комп выжил, не, комп выжил, ага, это, это вот фарт, но теперь я кофе пью на расстоянии такой руки, вот даже сейчас, ну, на расстоянии вытянутой руки от компьютера, поэтому перейдите свои компьютеры от кофе. Я тоже, знаешь, кружку с киселем поставил рядом и как-то рукой так вот дернул, так все, ничего было зимой, я помыл все, там же с клавиатурой железный поддон, но летом все начало засахариваться и утром надо было делать разминку очень серьезную, чтобы печатать по клавиатуре, она просто каменная вся была, ну, все это, а потом, а потом полноценно засахаривалась и умерла, да, это серьезный урок. После этого ты не пьешь кисели возле компьютера или вообще не пьешь кисели? как-то все дальше и дальше пью, ну, да, все время вспоминаю об этом, таких случаев не было, да, чтобы я заливал уже после этого, ну, именно, чтобы очень близко ставить, так вот, беспечно уже не ставлю. Ооо! Вот, ну, давай перейдем к инструментам, какие сейчас вообще инструменты используют для удаленного управления, команды удаленной работы? Какие из них плохие, хорошие, как они с собой конкурируют, что предлагают? Я не знаю. Быстрый ответ. Я знаю то, чем мы пользуемся и от чего мы отказались, ну, по разным причинам. Мы пользуемся Slack, у нас платная версия, я знаю, ну, мое знание, типа, двухгодичной давности, что Slack, он, он, типа, бесплатная версия, там, на какой-то лимит команды, людей и история не сохраняется, ну, какая-то. Это нехорошо, это неплохо, ну, вот так, но мы пользуемся Slack, очень крутая штука, если вы не пробовали, просто посмотрите, зайдите, там очень много всяких приблудин в нее устроено, то есть там можно создавать сразу встречу в Zoom, можно создавать сразу встречу в Hands Out, можно создавать еще где-то встречу, можно кидать напоминалку, там есть классная штука, которой нет в Skype, это напоминалка, то есть, вот, мне написал Илья условно, что, Катя, ты не забыла случайно там, я не знаю, убрать кофе от компьютера, а я такая, не, Илья, у меня сейчас нет времени читать, но вы же знаете, что если вы прочитаете, то вы забудете просто напрочь, ну, типа, это пройдет сквозь, и там есть такая, remind me, ты выбираешь через сколько тебе напомнить, через час, три, там, на следующий день, ты, скажешь, и забываешь, и через указанное тобой время прилетает напоминалка, типа, а ты помнишь, что нужно посмотреть? Ой-ой, да, такое было, очень крутая вещь, прям, ну, прям, прям здоровски. Мы очень редко используем Skype, прям сильно редко, но бывает, что в Slack не комфортно созваниваться, поэтому мы переходим в Skype, если это встреча one-to-one. Используем Zoom много и всяко, особенно сейчас Zoom, он у меня фон, это прекрасное изобретение, если вы используете Zoom, сейчас зайдите, там есть возле видео, выбрать виртуальный фон, называется кнопка, вы выбираете виртуальный фон, когда, например, у меня было все совсем сложно, у меня стоял, а нет, а нет, вот, сохрани, вот такой фон, и все говорили, Катя в огне, в огне, в огненном, вот, и есть еще... Это идет ремонт, ремонт идет со стеной, когда идет... соседи пробили. Сейчас, секунду, давайте я его верну, этот веселее. Вот, мы используем Zoom, мы используем Google документы много, часто, и почти вот прям, типа, всегда. я, чтобы не соврать, наверное, полгода назад только поставила офис, и то, потому что мне надо было написать статью, а ребята олдскульные и не принимали ссылку на Google Doc. Я такая, ладно, ладно, сейчас все сделаем. Вот, мы используем Notion как корпоративную вики, куда мы... Notion — это такая штука, где... Я не знаю, как это объяснить. Ну, короче, это как Википедия, но это вот внутренняя командная, куда можно писать там ссылки, красиво оформлять странички, красиво делать все, и можно бросать ссылку, если, допустим, вот Илья захочет узнать, чем же занимается мое дело, и он будет там работать у нас, я ему просто брошу ссылку, и там будет написано, а дело занимается тем-то, основные документы такие, основные проекты такие, основные, ну и так дальше. Вот, мы используем, инструмент аналитики, очень прикольный, табло называется, пишется Tableau, я напишу в чат, и, наверное, потом можно будет это скопировать. Если вы метите в аналитику, то посмотрите на этот инструмент, при том, само табло сейчас сделало 90-дневные бесплатные курсы, очень рекомендую, это прям прикольный инструмент. с чем мы еще пользуемся, чем мы еще пользуемся, ну и всякими корпоративными нашими внутренними штуками, ну типа внутренне CMS-ка, внутренне там CRM-ка, ну какие-то такие. Мы не используем почти Telegram, если это не общение со внешними людьми по отношению к команде. Ну и кажется, все. А может использовать ты лично или кто-либо, или раньше использовали какие-то приложения для повышения продуктивности, планирования, знаешь, там, какие-то вообще имеется в виду даже не приложения, а техники какие-то, там, помодора, там. Я прочитала очень много книг об этом, прям, мне кажется, безумное количество, и поняла одно правило. Вот я рекомендую всем, кто у меня спрашивает, я, наверное, сброшу, ну я тебе сброшу, а ты можешь потом выложить, есть видосик про рациональных и рациональных людей и тайм-менеджментов. Вот это мне все объяснило. Небольшой спойлер, там рассказывается о том, что есть два типа людей, и для разных типов разные инструменты нужны. Вот кардинально разные. Кому-то годится вот эти помидорки, кому-то годятся слоны, а кому-то не годится, у кого-то просто, я хотела сказать, но я переживала, что у нас тут дети могут нас смотреть, ну типа не заходит. Мягко. Вот. И, ну им годятся абсолютно другие штуки. Мне очень понравилась, там книга, там прям можно прочитать аннотацию про женский тайм-менеджмент, там такая, такая зеленая большая книга, о том, что вот в сутки, когда мы говорим, что мы работаем 8 часов в день, давайте будем честными, 8 часов мы можем работать не всегда с 8 до 5, мы можем встать и поработать с 5 до 8, это 3 часа, и потом там 6 до 11, и у нас будет целый день свободный. И в книге рассказывается о том, как женщины, у которых там 2 и больше детей, они работали 8 часов, типа 40 часов в неделю, и совмещали это с семьей, успешно при том совмещали. У них там были такие планировщики с 5 до 11, прям по полчаса, что они делают. И потом они оптимизировали каждый кусочек времени. Мне заходит, ну, я очень рациональный человек, мне заходит блокнотик, в котором я утром сажусь, пишу основные штуки, которые мы, ну, которые я должна сделать. На неделю я пишу топ-3 фокуса, которые я должна достичь. Это могут быть как показатели, ну, типа нанять 4 человека в команду, достигнуть там плюс 100 миллионов каких-то условных чего-нибудь за неделю, и потом каждый день я достигаю эту цель. Ну, я дроблю ее на маленькие составляющие, и каждые там 3 фокуса, топ-3 задачи они метят в эту недельную цель. А вот такой момент. Когда ты находишься в офисе, тебя вроде мотивирует работать или работать в определенном темпе, сама атмосфера, люди вокруг, и бывает, что человеку самому дома себя тяжелее смотивировать вообще сесть за работу или выполнить тот объем, или даже он может просто работать больше и лучше, но он не знает, как себя заставить, и что значит лучше или больше работать. То есть вот что ты можешь посоветовать человеку, как замерить свою эффективность, как себя смотивировать. я скажу из собственного опыта. Когда я работала в офисе, в офисе я работала хуже, чем дома, неэффективнее, потому что в офисе есть, но признаемся друг другу, в офисе есть, а пошли на кофе сходим, а пошли там на перекур, а пошли в магаз сбегаем, а слушай, я услышала последню сплетню о том, как Васька Иванов бедняга. Если есть такой человек в мире, кажется, ему и кается сейчас очень и очень. Там развлекался с кем-то, а помнишь, ну вот, и на такое уходит очень много времени, на такую, ну, не очень, как бы, это правильно со стороны человечества, ну, человечества, со стороны человечности, но не очень комфортно в плане работоспособности и эффективности, то есть по-разному. Поэтому дома для меня работать сильно эффективнее, чем в офисе. Меня не дергают по каждому вопросу, а если дергают, то я всегда могу нажать эту кнопочку Remind me и все. Ну, то есть я пользуюсь этой штукой, потому что чаще всего проблемы, с которыми ко мне приходят, люди могут разобраться в течение двух часов сами, если они не разбираются, я возвращаюсь и спрашиваю, удалось решить? Они такие, да, все, больше ты не нужна. Прекрасное изобретение. Но если вы не можете заставить себя, пишите, чего вы хотите достичь за неделю, вот прям пропишите себе на листочке, типа, за неделю я хочу или за неделю мне нужно. И каждый день постарайтесь туда идти. Но помните, всегда помните, что не ставьте перед собой цели, которые вы не достигнете, типа, дойти пешком до луны у вас вряд ли получится. И когда вы не дойдете пешком до луны, вы поставите эту цель на следующую неделю, вы опять не дойдете еще на следующую, и потом скажете, да, черт, этот инструмент не работает, зачем, ну, вообще он мне нужен, какие цели ставить, если вот я три недели, ну, вам надоест. поэтому дешевый дофамин, поставить галочку за выполненную задачу и за достижение цели, это прекрасно стимулирует не забросить тот или иной инструмент. А вот я читал такую новость, что, мол, из Кремниевой долины, как еще называют, силиконовой, люди стали разъезжаться, потому что там жилье дорогое, а офисы сейчас закрыты. Все равно работа в онлайне, поэтому едут просто арендовать жилье, хотя подешевле. А компания, в свою очередь, понимая, что сотрудникам тебе не нужно платить такие большие деньги за жилье, которое там перегрето, решает, что может стоит уже и меньше платить своим сотрудникам. То есть, есть ли такой момент, что в онлайне и на удаленной работе руководитель может считать, что, ну, раз мне не нужно, там, ну, то есть, грубо говоря, что я могу платить, грубо говоря, сотруднику меньше, он не несет, там, издержки на какую-то офисную одежду, там, на перемещение, на машину и там прочее, что якобы он мне дешевле обходится. не знаю, я с таким не сталкивалась, может быть, у кого-то такое есть мнение, но когда я пришла в онлайн, рынок был очень тесный и брали не потому, что там компания ушла в онлайн, не потому, что офис дорогой, а потому, что хорошие специалисты, много где исчерпались, поэтому они такие, давайте мы еще посмотрим, там, в Сингапуле или еще где-то. Сейчас, да, сейчас высвободились люди, поэтому, ну, поэтому, наверное, где-то зарплата может подупасть, но кажется, это не будет очень долго, ну, какое-то время, да, придется, там, смириться, понять, простить. Но, и с другой стороны, компании, безусловно, они, во-первых, экономят на офисе, при том, экономят так немало, на аренде, на бытовых штуках, на компьютерах, но и вы экономите на то, что вы там не ездите, при том, вы экономите не только деньги, но и время. А время – это такой невосполнимый ресурс, который уходит, и это грустно, что куда-то вообще никуда. Вот. резюмируя, да, компании могут сейчас, типа, те компании, которые успешно пришли в онлайн, может быть, они останутся в онлайне или выведут там хед-менеджмент в офисы, а все остальные останутся в онлайне, а те, которые не успешны, то, кажется, они вернутся в парадигму оффлайна и продолжат успешно работать там. А вот, если останется на самой профессии проект-менеджер и продакт-менеджер, вообще, как ты считаешь, кому стоит становиться этим человеком? Стоит ли вообще, ну вот, как ты, защиту своей профессии, какие плюсы-минусы, и как, допустим, стать таким специалистом? Нужно учиться много читать, ну, прям много читать и взахлёб, читать все, начиная от психологии, заканчивая каким-то программированием, не знаю, может, ну, все читать, что попадается, все читать. Это, в любом случае, никуда-нибудь лишний, ну, для вас, как для человека, а потом может когда-то успешно выстрелить в нужный момент. Проект-менеджмент, он знает, как сделать, то есть, он знает, как достичь цель проекта, за какое время, за какие ресурсы, за какие деньги, с какими людьми, он умеет их склеивать, объединять, но для меня проект-менеджер, он всегда такой клей, он клей людей, то есть, он делает… Это призыв, клей людей. Да-да, он всегда делает из разных таких, ну, отдельных человеков, он такой втискивается и склеивает, и синергично они получают сильно лучший результат, чем если бы они работали поодиночке, ну, то есть, в плане того, что он их садит рядом, а группирует, создает команды, для меня это признак хорошего проект-менеджментства, когда, ну, проект по любым причинам, там, команда распадается, проект заканчивается, в общем, то, вот, хорошие взаимоотношения человеческие остаются, это неплохо, вот, а product-менеджмент, product-менеджер знает, что делать, то есть, он приходит, ну, допустим, вот, Илья, он выступал в нашем с вами стриме, он product-менеджер, он пришел ко мне и говорит, Катя, короче, я знаю, что делать, я знаю, как делать, ну, и тут и проект, и product-менеджмент, но все-таки product больше, он знал, что делать, это сильно важнее, чем знать, как делать, потому что, ну, сделать не проблема, сделать это процесс, а результат, что получится в итоге, за конечное качество, отвечает, вот, делает вопросы, делает их обтекаемыми и лучшими, шире, может быть, ну, я не вижу, что вы пишете, но вероятнее всего так и происходит, то есть, оно где-то адаптирует, где может адаптировать, для того, чтобы в результате продукт получился качественнее и шире, масштабируемее, то есть, не только вы смогли, например, ну, еще раз получить ответ на этот вопрос, но и человек, который будет пересматривать, если такие будут, то они бы получили ответ и на свой вопрос, который возникнет, был в голове, вот, а проект-менеджер, он знает, типа, как сделать, там, завести Zoom, кинуть приглосы всем, позвать людей, расклеить, там, пойти к маркетингу, сказать, чувак, нам нужна объява в Фейсбуке на такое-то время, давай подсуетись, туда таргет, таргет, ну, и всякое такое, вот, плюсы-минусы, я, я всем говорю и каждому, что если у вас возникает какая-то такая потребность, мне легче ответить человеку вот тет-а-тет, потому что для каждого это разные, ну, разные штуки, если у вас возник вопрос, пожалуйста, напишите мне там в Телеграм, я, вероятнее всего, отвечу, но могу ответить не сразу, но, но я постараюсь ответить, поэтому, ну, и я прям расскажу, расскажу широко, как умею и помогу прийти к какому-то решению, не всегда project, ну, типа, project это не единственный способ войти в IT, прям, прям очень не единственный. то есть не стоит его рассматривать, как именно какую-то переходную ступеньку к чему-то, что вам хочется, то есть ты как? А вот, допустим, такой вопрос об эффективности, мы уже затрагивали, вот как определять вообще, что-то человек там работает или не работает, может он какую-то заготовочку выдал, пока ты ему дала задачу, а может и в этом смысл, что не важен, как бы процесс, важен результат, вот как ты определяешь, человек на свои деньги наработал или нет, вот, он начинает спорить за свое, ты за свое, как вы приходите к общему знаменателю, что это стоит столько-то и его проделанная работа, это и есть проделанная работа, ну, как это можно узнать, ты же не наблюдаешь постоянно, грубо говоря? Не, я не наблюдаю и я счастлива от того, что компания не, ну, типа не мониторит, там, мой экран. А есть компании, которые мониторят? Я знаю и честно, для меня это, типа, я не понимаю, я не встречалась ни с одним руководителем, у которого вот так, мне интересно, что он потом делает с этой информацией, типа, он тратит, он берет 5 дней и отсматривает экраны каждого, там, через 10 минут, но, У меня специально, специально обученные люди для этого. Ну, и сколько, ну, не потратит ли он больше? Я, я не понимаю, ну, объясни, ну, может быть, если у вас есть ответы, как это обрабатывается, напишите мне, мне правда интересно. У нас есть разные, типа, показатели, в общем, ну, показатели эффективности для каждой из категорий, то есть, вот, ну, у проекта есть понятные кипиаре, ну, то есть, и пофигу, как ты их достигнешь, ну, на самом деле, компания не интересует способы, компания интересует результаты, у меня есть там показатель, 90% попадания в бюджет, все, как я буду его делать, ну, ну, типа, не теряя качество, 90% попадания в сроки, и пофигу, что там, кошка родила у чувака, почему кошка родила, ну, это, у меня была история, я очень люблю двух моих сотрудниц, они одновременно приходят ко мне и говорят, при том, они типа, прям супер качественные, они приходят, говорят, Катя, мы беременны, будем рожать, там, за месяц, за полтора, это крутяк, а чтобы вывести человека на такую позицию, нужно там, ну, было больше времени, вот, поэтому, или там вот, я не знаю, что угодно, компьютер поломался, вот митинг у нас важный, ну, встреча, а компьютер поломался, и, ну, такие какие-то штуки, типа, закладывать риски, это ответственность проекта, и попадать, и риски должны быть такие, чтобы они попадали в эти 90%, и не перебдеть, и не доптеть, то есть, вот где-то четко посрединочки, вот, ну, это вот у проекта, например, у кого-то другого, это может быть вот у продажников, там, количество успешных сделок, количество звонков, количество еще чего-то, конверсия там, в заявку какую-то, ну, и много, просто для каждого, для каждого из человека, из, ну, направления, выделяются очень прозрачные, ну, кипяи, показатели, на которые мы смотрим, и говорим, что да, этот человек работает эффективно, нет, он не работает эффективно, ну, и все. А как ты вообще видишь вот сейчас, как будет меняться все в будущем, вот, само, само вот это онлайн взаимодействие в ходе производства продукта и вообще взаимоотношений внутри компании, может быть, найдут, будут искать инструменты автоматизации, да, тех же работы проектного, ну, вообще менеджеров, или же наоборот их роль повысится и станут больше обращать внимание, делить на мелкие группки и больше людей, скажем так, привлекать к управлению? Я не знаю, ну, я не, знаете, это один из уровней менеджера, когда он говорит честно, я не знаю, не придумывает ответы на ходу, то есть у меня, у меня нет, ну, заготовленного ответа, я не знаю, все зависит от того, как менеджер проявил, ну, вот, даже не как отдельно, а как категория менеджеров, вот, как горизонталь, а проявила себя сейчас в онлайне, то есть если компании, большинство компаний поймет, что, да, это очень важно, то, ну, безусловно, будут обращать внимание все больше и больше, а если наоборот, они посмотрят и скажут, ну, камон, ребята, типа, ваши проблемы, это ваши, ну, есть, есть такое, ну, не правило, а свойство у руководителей, что некоторые проблемы проще оставить сотруднику, пусть он переболеет ими, и чем, чем решать ее, потому что, ну, решить ее почти невозможно, ну, я не знаю, там, допустим, сотрудник почему-то переживает за голод в Африке, он на каждом митинге говорит, и вы как правильный проект спрашиваете, ну, что там с голодом в Африке, я что-то лучше ставлю, он такой, да нет, все так же, вот, я там не спал три ночи, четыре дня, ну, я утрирую, конечно, но, ну, вот, ему болит, то вы вряд ли чем-то поможете, вы можете ему предложить, ну, слушай, если болит, давай ты отправишь посылку, или в Красный Крест, ну, что-то такое, но вы не сможете решить эту проблему, а есть проблемы, которые Project может решить, вот, и сейчас, я не понимаю сейчас, это переходный период для направления или нет, но кажется, что нет, то есть кажется, что то, что можно автоматизировать, автоматизируется, но пока не так эффективно, как могло бы быть, все-таки взаимодействие с людьми, пока роботы не умеют так хорошо взаимодействовать, как, ну, как люди, ну, это пока, а Project это вот тот клей, который склеивает людей, который делает, ну, робот, наверное, пока не сможет, но может быть, компания начнут брать, отказываться от позиции джунлов, и переходить в позицию метлов, то есть, все больше брать метлов, ну, предпочитая заплатить чуть больше денег, или сильно больше денег, чем, ну, чем джунам, которые могут, ну, команды как сплотить, так и развалить все нафиг, из-за своей условно-токсичности, или неподходящей, ну, неподходящему общению, в, ну, с теми или иными людьми. Угу. Ну, в принципе, я думаю, что мы рассмотрели все вопросы, и, да, вот, мы, как бы, за час справились, все книжки, ссылки, видео, будут в описании, в записи, а тех, кто сейчас на стриме, придете в записи, получите все рекомендации, что прочитать, услышать, увидеть, и контакты, как связаться с Катей, если вам нужно будет получить индивидуальные рекомендации по, 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 по профессии проектного, или продукт, проект или продукт-менеджера. Вот. Да. Все. Спасибо большое. Спасибо. Общение. Все, пока-пока. Пока.